Дорогие друзья и уважаемые зрители канала. Я подготовила для вас прогнозы на 2016 год. Это расклад 12 домов гороскопа для каждого знака зодиака. Расклады доступны за небольшую плату. Вы можете найти их у меня на сайте в разделе видео или перейти по ссылке ниже. Благодарю вас! Здравствуйте, Стрельцы! Это расклад на январь 2016 для вас. Я делаю расклад на Тару ангелов-хранителей и из оракула кошки вынимаю карту или карты для разных знаков по-разному на какую-то сферу, которая мне показала, что неплохо бы дополнительную информацию получить. Первая позиция в раскладе это дом, семья, место, где мы живем, наши родственники, которые как бы даже не с нами живут, но имеют к нам непосредственное отношение, ну и возможно даже место, где мы живем. У вас здесь вышли немножечко такие проблемные карты, башня и десятка мечей. Ну, если уж не кривить душой и сказать, что это могут быть очень неприятные события, но это будет, конечно же, не у всех Стрельцов, да? А так это может быть какие-то внезапные поломки, переезды. Даже если вы сами вдруг решите, ну, кто на съемных квартирах живет, да, там, или внезапно переехать, то это будет, ну, как, непросто, потому что очень утомительно, десятка мечей всегда очень изматывающие все, и очень много мыслей тяжелых на эту тему. То коробок не хватает, то так устал все это собирать. Ну, в общем, короче, может быть, надо, во-первых, конечно, по здоровью себя беречь, все, что там врач сказал, не нервничать, не нервничать, если какие-то вещи, хотя сейчас праздники тут на носу, да, никто не любит, но если вот, например, там, вас предупреждали, что надо там что-то прооперировать, желательно не тянуть, потому что там что-нибудь может воспалиться, тоже надо. Если где-то проводка трещит в коридоре, лучше даже, несмотря на то, что тут Новый год и прочее, может быть, там, не знаю, рассверлить эту стену, посмотреть, что там трещит, чтобы избежать какого-нибудь там возгорания. Ну, по этим картам, конечно, да, не хочется пугать никого, да, и расстраивать, но может быть, все вот это будет происходить на каком-то необязательно физической реальности, может быть, это будут такие, знаете, как переосмысления, тяжелые, я бы сказала, да, какие-то серьезные, глобальные, каких-то вопросов связанных там, где я живу, там, вопросы, связанные с недвижимостью, с семьей, ой, может быть, у кого-то из родственников что-то такое вот может произойти, неожиданно, внезапно, и реакция на это вот такая тяжелая, да, угнетающая. Ну, в общем, здесь немножко стресс. Любовь, отношения. Двойка жезлов и король Пентаклий. Ну, по двойке жезлов, покуда здесь мы видим с вами два разных жезла, один ангел, другой демон тащит, безусловно, это может быть, что есть какое-то противостояние, или человек разрывается между двумя людьми, может быть, сложности могут быть в нахождении общего языка с кем-то, кого показывают королем Пентаклий. В общем раскладе короли и королевы могут быть как мужчинами, так и женщинами. Вот. Для кого-то может быть, что например, даже вот вы, если мужчина-стрелец, даже вас могут показывать королем Пентаклий, но это противоборство своего рода, да, вот такое напряжение какое-то внутреннее, оно может быть связано с тем, что вы бы хотели как-то все контролировать. Короли, они все очень властные, очень любят, ну, чтобы все было у них под контролем, в подчинении, а кто-то может не хочет подчиняться, или вам, даже не то, что не хочет подчиняться, вот вы сильно напрягаетесь по поводу этого контролирования чего-то. И это напряжение, то есть желание, вот например, что-то контролировать, оно может как раз у вас у самого силы отнимать. А для женщин, если вы пытаетесь, например, если вы сильно напрягаетесь в отношениях с вот этим человеком, которого показывают, то тоже это не доставляет вам радости и покоя. работа, работа, бизнес, двойка пентаклей и тройка мечей. Ну, главная карта двойка пентаклей, поэтому я думаю, что в принципе, вот знаете как, у вас бы все легко получилось, но есть элемент стресса. если, во-первых, конечно, здесь какие-то вот что-то там происходит дома, либо даже, извините, это может быть в местности, где вы живете, да, там, или у кого-то из членов вашей семьи, то здесь у вас может быть обычные вроде дела, с которыми вы обычно играючи справляетесь, но вот в данный момент они вас грузят и утомляют, у вас, вам немножечко не до этого. Для кого-то, может быть, сотрудничество с каким-то человеком вызывает стресс, ну, как разногласия присутствуют, например, да, или не так это просто, или ваш стиль работы и стиль работы этого человека, они разные. Мне почему-то кажется, что вы бы с этим легко справились, но какая-то, может быть, внешняя, в том числе, суета, когда что-то отвлекает, и это вызывает как раз вот это вот немножечко… То есть оно вас, скажем, доставляет вам дискомфорт. То есть вы бы свою работу основную сделали, но, например, вас еще на что-то постоянно отвлекают, отвлекают, и вам приходится это еще решать, и, соответственно, просто морально чисто тяжело. Финансы. Восьмерка Пентакли и Луна. Здесь вариант, либо вы себя не можете немножечко в силу происходящих разных событий собрать в горстку, чтобы, ну, заняться активно зарабатыванием денег. Либо вам в январе, мы же на месяц делаем, в январе вам может казаться, что, ну, то, что вы обычно, ну как, особенно кто не на какую-то фиксированную зарплату работает, а работает на, ну, на себя, скажем так, вот эти суммы, которые вы обычно зарабатываете, все равно есть степень, как человек напрягается, и сколько он может благодаря своему усердию иметь. То в январе как будто бы вам кажется, что гораздо меньшая сумма, а приходится семь потов, как говорится, семью потами обливаться, и у вас это может вызывать по Луне разные недовольства, сомнения, что-то такое вот не так, можете начать что-то надумывать лишнего, голову ломать на эту тему, в общем, быть недовольными, что приходится за те же деньги так тяжело работать. Но мне кажется, что для большинства из вас вот эти события, которые происходят дома, я говорю, либо этот переезд, либо вот эти какие-то изменения, что-то такое вот происходит, и просто у вас недостаточно вам сил, чтобы сконцентрироваться там, понимаете? Совет карт Королева Жезлов. Антисовет. Семерка Жезлов. Я думаю, что вам надо, дорогие стрельцы, максимально стараться быть такими, не важно, хоть вы мужчина-стрелец, хоть женщина, такие вот, как женщина-кошка, да, она живучая, она приспосабливается очень хорошо, и она в состоянии, то есть вам надо быть более, как это, адаптироваться быстрей, ловчей к изменениям, которые будут происходить с вами в январе. Не пытаться копья ломать, противостоять кому-то, не ввязываться в конфликт, не пытаться что-то кому-то доказать. Вот надо думать о себе, быть таким вот находчивым, открытым для изменений, готовым меняться, потому что чем больше вот это вот сопротивление, ломки, тем более попытки нападать на кого-то, конфликтовать, это может ещё больше внести на разную, ну не знаю, смуту, что ли, да, в вашу жизнь. Поэтому основной акцент на что происходит, что я могу с этим сделать. Ага, здесь надо там, не знаю, там хвост поджать, хорошо, здесь надо где-то поэкономить, хорошо, здесь надо вот это вот переставить, ой, не хочется, ну ладно. То есть вот так, надо по такому принципу. И тогда вы быстрее и легче выкрутитесь. Чем больше вы воюете, тем это может быть напряжённее для вас же. На дом, семью про здоровье тоже помните, берегите себя всячески, старайтесь всё, что вам надо делать, старайтесь, ну если кто-то там, медикаменты принимаете вы какие-то, что-то вам прописано, что-то врач вам сказал не кушать, не делать, не нервничать, вот старайтесь себя беречь максимально. Поэтому на дом, семью и всё, что происходит, вам вышла карта равновесия, баланс. Я вам увеличу. Вот. То есть вам очень важно, вот в сфере дома, семьи, поддерживать максимально равновесие. То есть если у вас там какие-то перемены, что-то происходит, что-то меняется, вам надо корректировать, вот по этой королеве жезлов я говорю, вам надо вносить корректировки, поправки, что-то менять, что-то где-то переставлять. Потому что небольшие вот эти вот перемены, которые вы будете вносить, они помогут избежать более крупных проблем, да, и возможно более травмирующих в будущем. Поэтому вот эта гибкость, вот эта находчивость, и я говорю, такая вот привыкая мость королевы жезлов, вам она просто необходима. Потому что королева жезлов, она умеет действительно очень хорошо приспособиться, быстро причем, быстро, такая вот практичная, ловкая, умная, я говорю, прям женщина-кошка, которая очень-очень-очень хорошо соображает, что должно быть сделано, как, где надо, когда уступить. А это не значит, что она очень характерная, кстати, очень характерная. Но семерка жезлов стоит в антисовете, соответственно, это не тот месяц, когда надо характер показать, когда надо на кого-то нападать, наезжать, противостоять кому-то. Здесь надо очень-очень хорошо думать о себе, в первую очередь, и о том, как все можно быстренько разрулить и порешать. Так что, дорогие стрельцы, я вам желаю прекрасного января, справиться со всеми вещами, внести корректировки, какие необходимы, чтобы все обошлось, как говорится, меньшими потерями. Желаю вам удачи, с наступающим Новым годом и Рождеством. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok